Сразу после вот той передачи, где только что рассказывают, что там Скрипали сами себя отравили, Хохлов там, ну, они опять там Гитлера пытаются воскресить, прям во Львове. Вот. Он у них там в банке... Это не правда, Роза? Не, он в банке из-под огурцов растет. У них пока маленький получился, но скоро воскресят Большого. О, привет, это Кужа Подкаст. Подписывайся на наш канал. А сейчас пародия на Роберта Уильямса. То есть Роберта Де Ниро. You, you, you talking to me, you talking to me, you talking to me, you talking to me, I'm Robert De Niro. I'm Robert De Niro. Скоро начнем. Потерпите. Я же вам подарки приготовил. Скоро Новый год. Инфотеймент. Я вам приготовил подарки. Смотрите. Так. Ёлка. Нет, я думал, ёлку вытащишь. Нет, реальные подарки. Круто. Да, да. Так классно. Я нихера не приготовил, вот я к чему. Даже семье своей. Я их не успел упаковать. Просто позвоню. Значит, Нурлан, это тебе передай. Только озвучь, что это. Это книга. Нет, отдай Нурлану, пусть Нурлан это сделает. Это книга «Эстэ». Это автор текста «Бузырь», да? Александр Степанов. Это мой любимый писатель. Просто я знал. Тимур уже знает об этом. Я ему каждую ночь об этом говорю. В общем, книга называется «Рэпер против музыки». Это в стиле «Эстэ». Так, у него здесь обложка с соском его. Ну, для привлечения, судя по всему, читателей. Ты же нам зачитаешь чуть позже что-то? И тебе. У меня была такая история, подожди. Мы как-то... У нас был офис, рядом была помойка. И мы шли мимо помойки, и мы нашли диск православной рок-группы. И мы забрали этот диск себе, и он у нас некоторое время стоял. Самое крутое, что этот диск валялся на помойке нераспечатанным. Я подозреваю просто, что эту книгу ждет примерно такая же судьба. Не, я думал, ты скажешь, потому что рядом лежал «Эстэ». Не книга, а он просто. Тоже нераспечатанный. Нераспечатанный. Следующий подарок, что называется «Самый, что ни на есть хайповый». Я лучше прочитаю эту книгу, чем буду носить вот это. Ты покажи людям, что это. Это кем надо быть, чтобы такой «А куплю я мерч Дудя?» Это кем надо быть? Мной? Да. А ты не будешь одевать, что ли, братан? Ты же просто... Ты же сидел, одень по-братски. Андрей, у тебя тоже подарок для Тимура, да? Я тебя прошу, пожалуйста, одень. Хотя бы накинь на плечи, но я не знаю. Блядь. Что-то сделай. Да нет, ну крутой свитшот, братан. Ну ты че? С Новым годом, Андрей. Да. С новым счастьем, друзья. Люблю вас. Вы смотрели прожарку Дудя? Смотрели? Да. Нет, круто было. Круто. Не, я к тому говорю, что круто. Но я прочитал, точнее, кто-то из... Мы вот общались, и кто-то в Твиттере прочитал такую фразу. Типа, как же слабо прожарили Дудя? Я думаю, вот его как бы послали нахуй прямым текстом. Вот если вы смотрели прожарку Дудя, ему вот прямым текстом так и сказали. Без метафор. Да. Его назвали долбоебом тоже. Прямым текстом, да, если вы посмотрите. Без метафор. Да. Продажной шлюхой, я думаю, типа, слабо прожарили. Типа, что нужно было сделать? Это босать его, блядь? Ну, что нужно было... Это вот к тому говорю я. В Твиттере нельзя писать что-то хорошее. Нет, это вот как сказал Артур Чапарян, мой друг. Что вот Твиттер для того, чтобы, блядь, жаловаться. Вот вы все там сидите и жалуетесь. О, понеслась, блядь. Вы все там сидите и постоянно жалуются. Любой... Посмотрите на любой Твиттер с точки зрения жалоб. Вот любой Твиттер откройте и почитайте его с точки зрения того, что люди сейчас жалуются. Вот, блядь, вот твой Твиттер, давай почитаем. Давай. Наверху оставил телефон. Да. Печалька. Но понимаешь, как это устроено, Тимур? Ты такой, Твиттер — это чтобы жаловаться. Потому что ты пришел туда, в Твиттер, начал его вести, на тебя никто не подписывался, ты оттуда удалился, как из Тиндера, да? Никто не писал, Тимур, это ты. Вот. У тебя там не было ни подписчиков, ничего, и теперь ты такой, да не очень-то хотелось. Так ведь? Правду я сейчас сказал? Прожарил тебя? Вообще мне похуй. Ну, типа, Твиттер и что? Хорошо, хорошо, ладно, пусть так и будет. Ты начал про Твиттер, я вообще про него не говорил. Тимур, ты есть в Твиттере? Нет. Так я же тебе говорю, он был там и удалился. Ты следишь, да, за его передвижением в соцсетях? Конечно, ты че? Типа, удалился, запишем. Да. Вот так вот. Я думаю, одно из самых ярких событий этого года, прошедшего, это, наверное, ну, лично для меня, оно было во второй половине, это, конечно, бой Хабиб Нурмагомедов-Конор Макгрегор. Вы смотрели это, да? Вы все смотрели, да? Да, да, это было, ну, это действительно было, ну, типа, это было очень крутое спортивное событие. Много кто об этом сказал, много кто. Но, знаете, вот с какой точки зрения можно об этом поговорить? Смотрите, я смотрел тот бой со своими друзьями, типа, смешанного типа. Ну, смешанного типа, там были русские. Ну, смешанный единоборство, смешанного типа, друзья. Да-да-да-да-да, но там были русские и вот другие, да? Да, смотрите. И вот в тот момент, когда Нурмагомедов выпрыгнул из клетки, мои русские друзья начали делать вот так. Что это такое? Что это такое? Что это такое? Я говорю, это говорю, вот, вот говорю. Мне это было круто, да? Я вообще думал, что, ну, в целом они думали, что это торговый центр. Ну, если честно, да. Ну, типа, Вегас, да? Не, мне это было круто. Смотрите, нет, смотрите, мне это было круто с точки зрения того, что, ну, это друзья детства. Их действительно оскорбляли и так далее, и так далее. Это друзья детства, они просто там, им было вообще все равно, что там на них смотрит весь мир. Они все хайлайт паблики просто на колени поставили. Им было вообще все равно, что они такие, вот мы вместе, нам вообще все равно, уедем в Дагестан обратно, нам все равно, ну, мы, типа, вот, постоим друг за другом. Мне это было круто. Ну, мне это было круто. Но мои русские друзья, там, говорили некоторые такие, типа, вот так делают, так делают, только кавказцы. Вот так делают, только кавказцы. И я не знал, что им ответить. Но вот ровно на следующий день Кокорин и Мамаев, ровно на следующий день Пашка и Сашка избили этнического корейца, что в целом тоже международный конфликт. Ну, понимаешь, да, что я говорю? Под Гангом стайл. Ну, вот, вот это тоже. Да, я такой, на самом деле, такие две зеркальные ситуации. Это было подряд, вы можете посмотреть, что это было вот один день и прошел между ними, сутки прошли. И там, и там, типа, им угрожали тюрьмой. Ну, тут Нурмагомедов говорит, типа, посадите меня в тюрьму, ну, отдайте мне мой пояс. Я, типа, все признаю. А тут же кто-то из них говорит, что, типа, отпустите меня из СИЗО, мне нужно быть женой и детьми. Я думаю, ну, ты, конечно, странный. А кто, будучи в СИЗО, не хочет быть женой и детьми? Ну, я никогда не был в СИЗО, и то у меня бывают дни, когда я хочу быть женой и детьми. Хотя у меня их даже, как бы, нету, да? И, нет, на самом деле, так все поменялось. И я смотрю матч Парис Анжермен, Лига Чемпионов, и показывают трибуны, и там сидит Леонардо Ди Каприо, а рядом Хабиб Нурмагомедов. То есть, лет пять назад это было бы началом анекдота, ну, понимаешь? На самом деле, ситуация с ними очень запутанная. Слушай, очень запутанная, она меня даже вынудила, настолько запутанная, что она меня вынудила посмотреть Малахова, вот. Разобраться в вопросе? Да, я такой, наверное, я посмотрю, не буду, у меня нет своего мнения на этот счет, посмотрю Малахова, думаю, я включаю. И там как раз обсуждали момент, что, типа, весь конфликт начался из-за того, что их там называли петухами, и, типа, все из-за этого началось, все такое, слушаю. И там были разные люди, они говорили свое мнение, их так показывали, и внизу подписывали. Такой-то, такой-то там адвокат, такая-то, такая-то там семейный психолог, да? И там показывают девушку, красивую девушку, ее подписали Менечица. Ну, я так читаю светская львица, я читаю, я читаю Менечица. И она берет слово. Прям берет. В рот. И начинает его... Не, она берет слово, да, и такая, типа, вот если бы, она говорит, если бы кавказцев назвали петухами, то они бы отрезали ему голову и пошли бы гулять дальше. И ничего бы им за это не было. Я думаю, ты, блядь, что вообще такое несешь? То есть ты реально думаешь, что вот кавказцы в кофемании утром отрезали голову чиновнику... И дальше гулять? Да, и такие, ну что, на выставку Бэнкси, блядь? А нам ничего за это не будет? Нет, блядь, Малахову же сказали, что это же... Ну, понимаешь, тут странная такая... Блядь, знаешь, что хуже всего? Что, что... Они, типа, поступили плохо, да? Но хуже всего это то, что, блядь, происходит потом. Вот это для меня хуже всего. Что происходит потом? Ну, вот это вот все, вот это вот. Все высказывают, даже я сейчас высказываю свое мнение по этому поводу. Слушай, знаешь, почему их не прощают до сих пор, они до сих пор сидят? Мне кажется, потому что они, ну, не заслужили это. Я имею в виду... Смотри, вот о чем. Смотри. Они на чемпионате мира послушали, да, да. На чемпионате мира они... Они участвовали вообще, нет? Нет. Я имею в виду... Не волос. Вот Зюба... Ну, мог бы меня избить под Гангом Стайл. Ну, я бы ему подпевал, блядь. Ну, то есть, я бы там учку-дух, три колодца, блядь. Ну, парень заслужил. Человек года GQ. Ну, конечно. Ну, я бы палку ему принес. Ну, то есть, блядь, четвертьфинал. Ну, парень достоин, как бы. Ну, тем более, с ним знаком. Да, конечно, блядь, я и, ну... Это как я когда-то давно разгонял, что Галустян, Миша, это самый любимый кавказец вообще в мире. И что, на месте его я бы жил бы, как в ГТА. Ну, понимаешь, типа... Вышел из машины, кому-то прострелил ногу и такой... На сальника! И типа... Давай во вторую. Во вторую давай. Простить. Да, да. Да ты вот сейчас правильно говоришь. Не, еще, мне кажется, не слишком справедливо их посадили. Ну, они в СИЗО сидят. И, кстати, их адвокатская контора прямо рядом, возле нас. Это как раз куда не надо ходить, потому что они сидят. Так себе, конечно, за дело взялись они, да. И я имею в виду, их надо было наказать следующим образом. Это обязать их, ну, за сезон забить 40 мячей и получить золотой мяч. Мне кажется, они сказали, блядь, я в СИЗО, блядь. Я что, там что-то сижу, что здесь сижу? Не так уж и хотелось жену и детей увидеть, да? Да, да, да. Я их уже много раз видел. Ну, забавно, что они проходят сейчас все эти этапы обычного заключенного, что они начинают о религии говорить, о боге. Не видели? Нет, нет, уже что, началось? Да, да, они все уже, они говорят, боженька нас простил. Ну, там что-то такое, там уже, там уже, я вам говорю, там... Ну, они на картах будут сидеть, когда выйдут, ну, сто процентов. Это забавно, это забавно, что они теперь, ну, ты видишь, они ищут же прощения, видишь? Как бы суд их не простил, но боженька ты уже простил, значит, где-то в душе все хорошо, и адвокат может и плохие, вот, но в целом все уже налаживается. Да, кстати, меня вот интересовал вопрос, видишь, я тебя не перебивал. Почему в твоей истории русские говорят такими мерзотными голосами? Андрей, ты не поверишь, так оно и есть. Почему, блядь? Тут есть свидетели. И еговы, блядь. Ну, они так говорили, что это такое? Они так и говорили, что это такое? Ты просто так произвожешь, я сейчас представляю, они при этом держат чашечку чая и мизинчик так... Что это такое? Ну, что, разве не так было? Что это такое? Что это такое? Я не могу... Что это такое? Вспомни, что было первые сутки так и было. И прямо еще и кунают, знаешь, так... Нет, нет, ну, блин. Сахарок? Да, конечно, рафинатик, рафинатик. Теперь мне неудобно. Да нет, ладно, уж что, я привык. Я у тебя в прошлый раз был либеральным журналистом. Теперь я на сцене в меньшинстве отдуваюсь за русских. Да, господи, да, пожалуйста. Знаешь что, смотрите, стоп. Я люблю русских. Я тебя люблю, Андрей. Ну, в смысле... Это разные истории. Один человек другого, ты понял? Я понимаю, да. То есть ты меня любишь за мою национальность. Как экзотику. Типа, не хватало вот этого вот. Да. Поэтому подарю ему свитшот. Смотри, я так утрирую, я так утрирую, чтобы донести правильную эмоцию возмущения. Потому что эмоция возмущения была вот именно такая. Типа, что это такое? Ну, понимаешь? Типа, что это такое? Это вот, знаешь, ну, как бы, вот там вот в той комнате, мне смотри, это было как бы нервно, понимаешь? Ну, потому что там, ну, реально многим не понравилось. Казахи не знали, как реагировать на конфликт Макгрегора с Хабибом. Так, так, так. Да. Потому что мы не кавказцы и не русские. А кто вы? Выбирай. Да, мы казахи, я напомню. Поэтому мы такие, типа, прикольные. Типа, ну, разбавили, дерется и дерется. Типа, в ринге, ну, где шоу. Поэтому я скажу, что... Да нет, мы на самом деле большая часть за Хабиба. Нет, как мы говорим, что Хабиб Нурмагомедов, это вот материализовавшаяся мечта. Кавказца. Да. Вот, вот мечта. Вот он, вот если видишь, что идет Нурмагомедов, это идет мечта. Для женщин. Нет, нет, для кавказца, вот для кавказского парня, это вот, вот. Вот ты говоришь, вот как выглядит, знаешь, мечта. Вот, знаешь. Как выглядит мечта? Мечта с поломанными ушами, вот она. Ну, это круто. Нет, тут... Мечта, наверное, может быть громко сказано. Ну, то есть, чувак поставил цель, ну, и добился ее. И мечта, потому что это что-то такое, какое-то слишком сентиментальное. А тут он просто, ну, херачил. И, ну, просто больше ничего, кроме-то как тренироваться. Слушай, вот у меня друг был, Игорь Крепнев, я не знаю, это тайная информация, нет. Он снимал с ним ролик для... Рибок. Для Рибока, да. И провел там в Дагестане где-то 6-7 дней. Он сказал, что, ну, типа, такого дисциплинированного и четкого типа он не видел никогда. Ну, то есть, всегда вовремя, всегда все четко, всегда все под контролем, под контролем. Ну, воспитание тут, в первую очередь. Ну, профессионал, да. Что это такое? Что это такое? Что такое? С медведем он бурит, если. Я еще хотел сказать, что... Почему не зоопарки? Я еще хуже пародирую. Твой русский вообще плохой. Он москвич. Да? Да. Бля, чувак. Нет, на самом деле, дайте так задуматься. Лучше всех в мире пиздит людей Даг. Ну, как бы, для нас это обыденность, да, в целом, но... Мы, типа, такие, да, окей, да. Ну, они-то там не понимают. Да нет, на самом деле, ну, это, ну, в одном весе. Есть же Федя, который, ну, который, ну, он просто мужичок. Я не уверен, что он вообще тренируется. У меня вот такой момент. То есть, если Хабиб, он всю жизнь посвятил тренировкам, Федя просто что-то из комнаты вышел. Просто говорит, сейчас, это, раздавайте карты. Я сейчас схожу и просто людей убирает. Потом дальше в лес идет. Просто, я не знаю, мне кажется, он деревья вот так пересаживает. Просто вот так вот. Я хочу сказать, какая невероятная, как бы, это, блин, простите за контекст, и, Нурлан, это, я не то, что сейчас скажу, это не то, что я имею в виду. Какая невероятная жена у Нурлана. Она тоже борется. У нее в UFC завтра бой. У Нурлана был день рождения, и она сделала так, что боксерские перчатки подписал, ну, Нурлану на день рождения боксерские перчатки подписал Геннадий Головкин. Да, верно. Да, это очень круто. Геннадий Головкин выглядит даже... Нет, Triple G, это что-то один из лучших боксеров современности, да. Да, это один из лучших боксеров сейчас. И, да. Ну, помимо этого, еще куча сюрпризов. Ну, не обязательно их раскрывать. Да. Да, ну, никто так и не понял, что у меня недавно был день рождения, но ничего страшного. Вообще, я хотел сказать, что Нурмаговядов, вообще-то, выучил английский язык. Подожди, ты как... Он просто, он там, то есть, он как бы научился пиздить людей и параллельно разговаривать на английском. То есть, он как бы ищет... Я думаю, это отличная мотивация для курсов английского языка. Английского языка. Типа, вы что, не знаете английский язык? Бля, Хабиб Нурмагомедов знает английский язык. Или такой... Он его выучил в промежутках между тренировками и подсушкой. Вот это такое, типа... Либо во время... Ты видел, он же разговаривал с Макгрегором. Да, да. Вы видели этот момент? Что он говорит, я тебя сейчас задушу. И душ этого. Я тебе сейчас... Он джентльмен, вы понимаете? Он такой... Он такой... Ты, типа, ну... I am sorry. Если у тебя сейчас будет время... I am sorry, it will hurt. Да. Кстати, у тебя с ногой все в порядке, потому что, ну, через секунду будет не в порядке. И, ну... Ну, я уверен, он должен был в бабочке. Просто такой... Добрый день. Прикинь, он такой его завалил и такой... The London is the capital of Great Britain. Добить его, да? Я думал, он это и кричал ему, когда... В контексте того, что он ирландец, это, блядь, пизда. Я вообще... Это прямо... Понимаешь, да? Гарли троллинг, да? Такой, типа... Ну, то есть это очень умно. Да-да-да. God save the queen. Не, реально крутое было событие. Реально крутое. Андрей, мы как-то спрашивали тебя до этого, но ты очень как-то ответил странно. Нас ждет кризис? Да. То есть сейчас уверенно ты сказал? Конечно. Да? Год будет хуёвый. Почему такая радость? Ну, не знаю. Почему-то я решил, что будет прикольно ответить так. Ну, потому что каждый год плохой. Что русские встречают беды с улыбкой. Нет? Не к этому? Нет. Окей, всё. Беды с улыбкой встречают идиоты. Они просто такие, здорово! Нет, не здорово. Просто реально год будет плохой, я так думаю. Давайте поговорим, да? Вот вас посмешили. Я думаю, что год будет реально плохой. Потому что мне кажется, что все к этому идет. И вообще экономическая ситуация именно такая. Подожди, ты так говоришь, ты вообще ничего не будешь делать? Ты такой, всё, там законы примут, повысят цены, всё. Я сдаюсь. А что я должен делать? Я не очень понимаю, что ты не ожидаешь. Это мнение о том, что, ну, именно в кризисе рождаются Ну да, например, знаешь, есть такая классная, есть такая штука, типа у Тинькова инвестиции, ты там покупаешь, это не рекламная интеграция. В приложении? Да, и ты там покупаешь, и можно вложиться в эти. Это не реклама. Тиньков банк. Так вот, Тиньков банк. В каждую камеру прикинь ты сюда. Это вырежут, ладно. Так вот, и ты там можешь купить акции, акции иностранных компаний. И там штука в том, что сейчас, типа, рынок, ну, отскакивает, вот, ну, сдувается чуть-чуть, и все акции падают. Акции, облигации. А все акции падают, и поэтому, на самом деле, если ты откроешь это приложение, там, типа, видны минусы, и ты так можешь купить. Русских компаний? Нет, иностранных. Но проблема заключается в том, что рубль падает быстрее, то есть даже, когда их акции падают, ты все равно выигрываешь, вкладываясь в них. Тогда что плохого? Если, ну, многие люди здесь даже не знают об акциях, облигациях, фьючерсах. Это как вексель, ребят, но только более сложная вещь. Как сложный Тиндер, только касаемо финансов. Окей, что делать в следующем году? Я говорю, что на самом деле, мне кажется, что ситуация будет плохая. Вот я все, что думаю. Я думаю, что доллар под конец года будет под 100. Все. Вот так. И что с этим делать, непонятно. При этом, мне кажется, что это закономерная история, она так будет происходить, потому что, если вы посмотрите на бюджет Российской Федерации в этом году, у нас колоссальный профицит. Знаете, что такое профицит? Не надо аплодировать, тут вопрос, знаете ли вы. Да. Профицит – это когда вы заложили в бюджет доходы, а собрали денег гораздо больше. И при этом профицит наблюдается на фоне падения цен на нефть. Возникает вопрос, откуда эти деньги взялись, почему так дохуя денег у государства. Ответ очень простой. Государство открыло для себя, что можно доить население и взимать деньги у нас с вами. То есть, например, можно забрать пенсионные накопления, можно более эффективно взимать налоги. Вот у меня, например, есть издание на плюс один. И я поэтому знаю, как выглядит процесс снятия налогов. Он выглядит так, что налоговая приходит к банку и говорит, вот по этому счету надо списать 500 тысяч. И все. Тебе даже об этом не уведомляют, тебе просто приходит смс, что деньги списались. А потом, если там нет 500 тысяч, то она списывает все, а потом все, которые придут, они сразу тоже списывают, чтобы до 500 тысяч дожать. Я вот тоже заметил, что налоговая так активизировалась. Короче, я должен был 19 рублей. Я серьезно говорю, там по ИП, это же какая-то пение было. Блядь, меня чуть в Интерпол не объявили. Я серьезно тебе говорю. А на тебя завели административное дело? Да, да. Нормально. За 19 рублей. Подожди, тебя ожидает суд? Нет, ну я заплатил недавно, там целая схема была. Через офшоры? Да, там я вывел с Кипра. Комиссия полторы тысячи была, знаешь, за заплату. Перевели там в Сингапур, ну там нормальная схема. Ну обычная схема. Я такой, вау, типа, что про 19 рублей? 19 рублей. Вы понимаете, что можно купить? Знаете, я недавно купил за 16 рублей что? Вы когда-нибудь задумывались о том, что можно купить в России на 16 рублей? Вот кто-то мне ответит на это. Что можно купить на 16 рублей? Я... Что? Роллтон. Нет, Роллтон не стоит 16. Роллтон 16 рублей, это где? Алло, в 2007 году, если только, он стоил 16 рублей. Короче, я куда-то там ехал, с какого-то города в другой какой-то, и на заправке я за 16 рублей купил Казинак. Я поймался на мысль, что... Подожди. Да. Когда ты говоришь Казинак в единственном числе... Ки. Казинаки. Ты имеешь в виду, вот тебе просто отломили одну... Семечку. Да, и говорят, на. Нет, Казинаки. Семечку в сахаре так... Да, она, ну да, она же не просто так, типа, жари. Нет, Казинаки... Я такой, вау, я впервые за какие-то последние лет пять купил что-то за 16 рублей, что могу съесть. Мне кажется, ничего нельзя меньше, чем за 100 рублей купить, что ты сможешь съесть. Причем... Я тебе говорю, за 16 рублей купил Казинаки. Это прикольно, ты сейчас сказал что-то, я подумал, что я таких-то цен не видел вообще уже. Мне кажется, 16 рублей это одна сигарета. Это знаешь, как вот в давние времена сигареты поштучно продавали. Сейчас продают поштучно? Скоро будут, я так понимаю. Ха-ха-ха-ха. Ларьки вернут, Лужков. Все вернут, Лужков вернется. Да-да-да. Добрый вечер. Ну вот я здесь. Ты прикинь, у него волосы отросли за это время себе. Вот так вот. Ха-ха-ха. Сафра. Он в клешах. Похудел такой, виниры поставил. Да-да-да. После Лондона весь такой на дискоме. И его теперь зовут Серж. Да, нет. Серж. Да. Теперь R не выговаривает. Серж. И он играет такой Deep House. Не, фанк. Фанк. Фанк и shit он. Да-да-да. Он с Daft Punk познакомился. Он единственный, кто знает их лица. Да. А Daft Punk это два брата Исмаиловы. Тельман Исмаилов. Это... Да. Вот эти вот. Да. Та-да-та-та-та-та. Get lucky. Ну... Нет, ну на самом деле. Знаете, чем я подумал? Что... Вот мне 34. Это уже, блядь, четвертый кризис. В твоей жизни. Я не переживаю. Я такой... Сколько... Это не считая кризиса среднего возраста, да? Да-да-да. 34 разделить на 4. Сколько это? 6? 8. Сколько? 8. Спасибо. Я знал. Тимур, Тимур. 98-й? 34 на 4 нацело не делится. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Да. Короче. Вон. Ха-ха-ха. Дизлайк. Какие года? Тимур, Тимур, Тимур. 91-й ты включаешь? 91-й, да, конечно. Я помню 91-й год. Мне подарили котенка. И тут же забрали. Кризис. Наступил. А оказалось, что это ужин, да? Да, да. О, жестко, жестко. Андрей, не зря на тебя это кофт. Потом, смотрите, вот что смешно. Что смешно. Знаете, как я застал кризис 98-го года этот день? Я, короче, продавал собаку на рынке. Ты, блядь, в зоопарке шел? Блядь, я котенка подарил. Собаку продавал. С кенгуру созваниваюсь. Говорю, что там по коровам? Там просто котенок, знаешь так. Оказалось, не совсем котенок. Так, так, так. Да, ну там был, помните, рынки вот эти в 90-е? И там был такой, как это правильно сказать, собачий отсек, да? Рынка, блядь. Корнер, да? Секция. Отсек это такое... Да. Двери такие. Да, и я продавал собаку, породистую очень, ну, щенька. Ну, типа, мне сколько там было лет? 14. И вот в этот день настал кризис 98-го года, когда вот просто все обнищали. Собаку я не продал. Не продал? Нет. Я помню, 91-й я не очень помню, а вот 98-й я помню, мы с батей как раз в это время крыли церковь. От солнца? А? А? Ну, православную церковь. Крыли, что значит? Значит, делали крышу на церкви. А, я думал, типа, заходили и типа... Крышу на православном... Так, отец мой. Теперь вот эта вот ваша коробочка на пожертвование. Не совсем на пожертвование. Господь... На пожертвование человечкам, которые... Кокорин и Мамаев тебя покарают. Окей, окей. Ну вот. Вот. И мне обещали компьютер. Что? Да. В 98-м тебе обещали будущее? В 98-м и еще что? Ты, наверное, плохо представляешь, когда компьютеры... А ИПА может тебе еще? Нет, они попозже появились. Но, чувак, компьютеры появились в 80-е годы. Ты, может быть, не знаешь этого? Раньше. Ну, не знаю, как в Казахстане. В Казахстане раньше. Они в 14-м веке появились. Да, прям в 14-м? Эппл, почему яблоко Алматы? С Алматы, ребят. А откусанное, потому что не довезли, да? Да, да, да. Хаут хотели. Продолжай. Ну, iTunes же. iTunes. Э, iTunes. Это же... А что? Все от казахов? Да, да, да. Вообще не Ая. Эй. Эй, iTunes. Подойди сюда. Это же имя. Да? Да, это мой анноклассник. Твой анноклассник. Знаете, гениальную шутку? Гениальную шутку Егора Кукса. Он говорит, что если бы ву-танг-клан были бы чеченцы, они бы назывались ву-тэнг-тейп. А если бы казахи, ву-тэнг-джус. Мы это вырежем. Не все шутку про тейп поняли, понимаете? А, ну я понял. Я-то думал... Тейп — это не в смысле пленка. Тейп — так называются объединения в Чечне. Кланы. Да, да, да. Дизлайк, ребята, вы че? Короче, церковь я крыл. Церковь я крыл, и у меня должен был быть крутой компьютер, а потом случился 90... А у папы должна была быть машина. И в результате получился один хуёвый компьютер. Папа на нём ездил? Вот такая шутка. Как тебе такая шутяра сразу прилетела? А ты можешь сказать, что ты такой? А ты можешь добавить. Всё, всё. А 2008 год. Как будто бы всё хорошо. Как будто бы всё отлично. Я помню, в Москве презентовали новую «семёрку» BMW, потому что, типа, город Москва побила... Установил рекорд по продажам именно BMW 7 серии. И я был на презентации... Ну, ещё в Владикавказе жил, там был проездом через Москву. И презентовали «семёрку» BMW, где-то там на Красной площади. Всё очень круто. И потом кризис 2008 года. И оу! Потом кризис 2014 года. Я только... Вот у меня всё началось. Вот всё началось. Всё хорошо. У меня был Porsche Cayenne. Были такие времена, ребята. И всё такое. И я такой, оу! И доллар 60. И я такой, вау! Путь от Porsche Cayenne до казинака за 16 рублей. Да. Да. Я родился в кризис. Тоже прожил 98-й. Восьмой и четырнадцатый. И слава богу, в кризис очень здорово быть бедным. Потому что в целом я так, ну... Ничего особо я не потерял. Ну, да. Типа... Кризис. Не то, что, блядь, то и этого. Я на яхтах разъезжал, блядь, а тут... Придётся потерпеть. А теперь-то ты богатый? Нет, я не богатый. Это, ну, это странно так себя подзаценить. Ну, что ты... Что ты подразумеваешь под словом «богатый»? Чё ты так заволновался-то? Всё в порядке. Богатый — Абрамович. Я не знаю. Криштиан Роналду. Ты можешь себе позволить каждый день фруктовую тарелку? В кофемании, да. Ты можешь себе позволить каждый день? Такую посыпанную... В кофемании? Посыпанную такой сахарной пудрой. Да, в чехане каждый день это и делаю. Да, окей. Ну, тогда он... Тогда ты обеспеченный человек. Да, да, да. Тебе есть что терять. Я думаю, в «Форбсе» уже должны быть другие показатели. Типа, сколько фруктовых тарелок может позволить... Итак, первая тройка фруктовых тарелок. А литр лимонада можешь позволить? Лимонад же миллиард стоит. У меня вот такое в любом заведении... Вот эти вот ручные. Кувшин, да. У нас свои лимонады. До свидания. Я пойду, возьму «Буратино». Надо кредит брать, блядь, по-моему, на эти лимонады. То, что у вас палка в этой вазе, блядь, в лайм. Да, и поэтому... Да, я примерно понимаю о чём ты. Я издалека видел, как богатые люди бьют лимонады. Да, 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 естественно, Андрей. И знаешь, вот всё, когда я вот к чему пришёл, мысль не новая, но я такой думаю, как в этой стране вообще что-то планировать в целом? Это правда. Ну вот что я могу запланировать? Ответ? Да. Никак. Ну вот да, типа, ну, видимо, должно быть вот так, как вот идёт, наверное, как-то так, потому что ты что-то планируешь, какой-то там бизнес, я не знаю, какие-то дела, какие-то у тебя есть идеи, и тут происходит такое или такое. А потом просто кто-то тоже что-то запланировал, и его планы оказываются важнее, чем твои. Ну даже сейчас вот этой темы нет, вот, да, надо купить доллары. Вот кто-то, кто-то вот... Я помню, когда в 2014-м все такие, блядь, надо доллары покупать, все вокруг покупать. Даже я купил доллары. Там что-то 400 долларов, что-то типа этого... Я помню, белый каждый день ходил такой, блядь, доллары, надо купить доллары. Все, все доллары, доллары, все покупаем доллары. А сейчас даже этого никто не говорит, типа, ну, доллары... Рубли закончились, блядь, тут. Да, да, да. Ну, понимаешь, какое-то такое настроение, вот ты говоришь, все плохо, и мы такие, окей. Да, вот в этом и суть проблемы, смотрите. То есть, в чем... Что, сидеть? Ну, у меня вопрос. Жаловаться, выходить на улицы и... Что, митинговать? Или, ну, что нужно делать? То есть, я вас спрашиваю, вы взрослее меня люди. То есть, моя позиция такова, что, ну, безусловно, плохо. И плохо та ситуация, которая там будет, или какая сейчас. Но разве не твоя ответственность подстроиться под эту ситуацию и выровнять, ну, свое положение? То есть, что-то сделать для себя, для своих близких, увеличить свой доход. Ну, так или иначе, ну, просто сидеть, все плохо. Ну, жаловаться всегда же можно. Ну, то есть, это сейчас больше на мотивационную речь похоже, но я имею в виду, ну, что делать? Тут вопрос. Хороший вопрос. Хороший вопрос. На самом деле, ты правильно говоришь. И мотивационная речь тут к месту. И действительно, каждый человек сам для себя решает, насколько глубоко он погружается в проблемы, которые ему подкидывает жизнь. Да? Мы совсем недавно это обсуждали. И мне кажется, что ты прав. Ты просто адаптируешься. А уж надо ли выходить на улицы или не надо, это каждый для себя сам решает. Ну, и так и под свою личную жизнь. Кто-то просто удобно говорить, что вот власть там и так далее. Нет, это отмаза. Это всегда отмаза, потому что в конечном итоге, ну, это как, знаешь, говорить, что ты не пришел на работу, потому что плохая погода. Ну, или, например, вот знаешь, есть такая история, люди говорят, вот я опоздал на встречу, например, на очень важную встречу. Потому что пробки, я сам иногда так опаздываю. На самом деле, это потому что ты объебался. Ну, ты знал, что пробки. Чем именно? Нет, просто ты... А, все, все, все. Это в переносном значении. Не то, чтобы ты как бы нюхал порошок. Какой порошок, Андрей? Стиральный просто. Ужас какой. Да, да, да. Слушай, нет, я действительно попадаю в пробки. Даже если я выезжаю за два часа, я вообще не чувствую никакой, ну, каких-то переживаний. Ну, блядь, я в пробке, ну. И простите, конечно, но я выехал заранее. Вот ты сам себе сейчас противоречишь. Что же ты не подстраиваешься-то? Встал в пробку. А прикинь, у тебя концерт. Не-не-не, послушай, смотри, я выехал, запланировал два часа до местного назначения. Мне говорят, полтора часа, Яндекс.Навигатор. Яндекс.Навигатор. Какие еще? Аргументы? Аргументы? Нужны в суде, да? Верно. Да, я убил человека, но Яндекс.Навигатор. Ты все-таки оправдан просто. Ну, то есть, в плане. Не, безусловно, когда едет таксист, тебе 40 минут. И ты такой, ты где был вообще? А я все-таки. И он просто тебе телефон свой показывает, где даже нет карты. Он даже выключен просто. Конечно, ты его винишь. Я подумал так, что типа, вот кризис, что делать? Я думаю... Ну, я как-то себя успокоил вот чем. Я такой, я буду заниматься стендапом. Позвольте, что мы будем писать подкаст. Окей. В целом, я в такой ситуации подумал, все, что... Вопрос же, опять-таки, все сходится к вопросу потребления, да? То есть, товары очень сильно дорожают. И вопрос сводится к потреблению, что ты не можешь много себе позволить. А я недавно подумал, что в целом все, что я хотел когда-либо за эти 3-4 года, у меня все было. Прям все-все? Практически все. Ну, назови вот что. Ну, я имею в виду из таких материальных вещей. Ну, вот там какие. Там, квартира, машина. Мы об этом уже говорим? Ну, да. Путешествия. Все. Вот это все уже как бы у меня было. Я такой, книги. Вот, я много книг купил. Я думаю, я буду в кризис читать. Не, я серьезно так понимаю. Я такой. У меня в целом все. У меня были дорогие вещи. У меня были швейцарские часы. У меня все это было. Новые гаджеты. Это все перестало быть интересным. Это все было. Это все было за все эти годы. И, типа, сейчас это все будет дорожать очень сильно. И я такой думал, так, а мне это все и не нужно уже. У меня все это было. Вот книги я накупил очень много. Я их не читал. Ну, потому что я любил покупать много. Как кто-то шутил, я люблю покупать книги больше, чем читать. Да? Ну, типа, тоже такая форма. Я думаю, я буду вот читать книги. Я тоже думал о том, что посвятить себя следующий год чтению. Но тут мне подарили PlayStation. Такой, ну, вы сами как бы тут. Ну, тебе еще подарили книгу сегодня. Ну. Ее в целом можно читать во время игры в PlayStation. Но ты посади жену, она тебе будет читать, а ты играй в PlayStation. Нет, ну реально все же сводится к потреблению. Не знаю. Ну, как-то, как-то. И когда закончится кризис, я такой, я самый умный. Ну, ты понимаешь, что в этой... Как он думал? Вот он сидел такой. Я напишу книгу, блядь. Чего я еще не добился? Всего. Но начну с книги. И написал. Как ты думаешь, как ты думаешь? Ты вот прочтешь эту книгу и такой... Нет. Нет, я остановлю тебя прямо. Как ты думаешь? Ты прочел... Нет. Да, да, да. Вряд ли будет история какого-то успешного человека. Сейчас все очень любят роли. И такое, это все дело в том, что я... Прочел книгу СТ. Которая называется «Рэпер против музыки». И просто... С этого момента дела пошли в гору. Да, да, да. Бросил работу. Да, Цукерберг, ну, то есть, рекомендует. Я так как-то в книжном увидел книжку «Рома-зверя». Вот «Рома-зверь» сейчас все любят, потому что снялся фильм. Я может тоже в книгу выписать. Чего я, ну... Подожди. Вряд ли... Чувак, я открываю книжку и читаю ее, и у меня такое стойкое ощущение... А там кварталы, вот это все. Просто песни распечатал, текст. Нет? Не знаю, что он там. Что я читаю, вот, знаешь... Или звери, просто звери для детей просто. Это тигр. Прости, пожалуйста. Он в шарфе. Да, да, да. Вот. Я читаю текст, а текст как написан, знаешь, как вот, как будто это сборник... Вот, ты знаешь, если продают сборники лучших сочинений. А мне кажется, что должны быть еще там сборники, ну, не очень лучших сочинений, потому что... И вообще не сочинений. Ну, и просто хуевых сочинений, потому что, ну, ты, скажем, троечник, если ты спишешь лучшее сочинение, ну, никто не поверит, что ты его написал, ты должен списать какое-нибудь говно, да? Ну, и сборники должны быть. Это очень продуманно, если честно, для... Бизнес-идея делась, для кризиса. Ни один троечник в мире не подумал, так, списать у отличника будет слишком плоско. Спишу ударника, у которых есть пару троек, и то, чтобы по-гуманитарному у него было все более-менее... Так себе, да, спешу мы этого. Плюс. Нет, этот от игроса ведет меня в никуда. Нет. А зря. А зря, потому что это звучит логично. И вот книга «Рома Зверя» — это вот такой сборник. Это плохо написанное школьное сочинение. Очень длинное, бесконечное. И ты читаешь, ты открываешь текст, и это ты просто смотришь и думаешь... По факту это личный блог. И ты просто смотришь на это, и ты думаешь, что тебе жалко дерево, которое отдало жизнь, чтобы вот эту хуйню напечатали. Ну, ты не совсем правильно позиционируешь, что оно не отдало жизнь, оно не прикрыло это дерево, не прикрыло пулемет, ну, то есть ради книги. Ну, по ощущениям, ну, прикрыло. Прикрыло, потому что это вот так. Это не самое лучшее дерево. Слушай, а вот ты думаешь, вот Нурлан чуть-чуть начал это говорить, то есть как ты думаешь, во время кризиса бывает, вот если в стране кризис, да, условно говоря, творчество может быть лучше при кризисе? Смотри, при кризисе, при кризисе, во-первых, да, если кризис настоящий, да, то никакого стендап-стора нет. Да, здесь спят бомжи, и вот здесь где-нибудь стоит такая, типа, ну, там, валяется куча мусора, и здесь просто жгут костер. А тут дыра в потолке, и туда дым уходит, да? Я буду выступать. Даже если так, Андрей, жанр не умрет. Не, ну, не умрет, конечно. Это причем я описал, ну, такую обычную тусовку к стендапу, да. Ну, ты апокалипсис просто. Вот, и вот это все происходит, и вот там вот за окном тоже какой-то разъеб, да, Путин там на бронированном золотом Мерседесе ездит с пулеметчиками, и все, и все остальные бомжи. Куда? А просто он катается по Москве. На пресс-конференцию. Просто, он едет, вот он такой, типа, а поехали покатаемся? Ну, да давай покатаемся. И они катаются туда-сюда. Дрифтуют, дрифтуют. У тебя не бывает такого, что у тебя есть бронированный Мерседес, и тебе просто хочется покататься? А у Путина он сам с собой катается. Нет. И я уверен, что в это время, когда будет такой разъеб, будет самая лучшая музыка, самые лучшие картины, будут писаться самые лучшие книги. А стендап-стора не существует, да, при этом? Почему? Ты же сам сказал, что ты выступаешь. Я же говорю, вот тут спит бомж, тут немножко столы раздвинули, там горит. Я согласен, я согласен. Обогревает, потому что, ну, никто не платит за отопление, его вообще отменили в 2019 году, упразднили. Но это будет не так. Кризис будет не такой. Жаль. Я же круто там рисовал картину, ты вообще нормально. Это ты сейчас так говоришь, жаль, блядь. Почему? Я, чувак, у меня есть план запасной. Я крыл церковь. И там есть бункер. Из вас и всех. Я еще раз уточню, крыша. Крыша физическая или... Подожди, ты говоришь еще, ты говоришь еще с батей, ты говоришь, ну, с батей, не с батюшкой, а с твоим батей. Слышь, они сделали, я их путал, кстати, мне интересно, ну, их называть, ладно. Слушай, ты, нехристь. Я ни в коем, ну, я с уважением отношусь к любой религии. Крест поднимал, ставил, маковку крыл. Маковку? А представь, а представь, я человек из Казахстана, у меня с маком другие отношения. А представь, они тогда с отцом, у них реально был план, он же, ну, ученый, Н плюс один, преподаватель на мехмате и так далее, что они сделали, ну, реактивную церковь, что она... В какой-то момент они улетят просто. Во время кризиса. Да, на ней улетят. На Марс. Ну, на Марс. Сколонизирует Марс в прямом смысле слова. Колонизирует. Просто сделаем там колонию заключенных и Кокорин с Мамаевым тогда. Нет, колонизирует, я отталкивался от колокола церкви, братан. Вот ты все свел к желтухе. Вот такие вы, либеральные журналисты. Марсианский гулаг. Поговорим об этом. Так вот, во-первых, Господь меня не оставит. У меня там все записано. Господь никого не оставит. Ну, кого-то, может, и оставит. Смотри, мы сказали о том, что во время кризиса рождаются... Картошку, я буду сажать картошку, я умею сажать картошку. Рождается творчество, спасибо, Андрей. И есть ли такой вариант, что государство просто хочет лучшего творчества? Скорее всего. Судя по ситуации с рэпом, они просто послушали такие, это пиздец. Да, да, да. То есть кто-то там прочитал реально эту книгу. А ты в курсе, что во время вот этих событий вокруг Хаски депутаты встречались с... Да, еще Птаха там был. Я вообще не знаю, кто это. Я просто запомнил. Встреча Эстеп, Птаха и... Да. О, Джиган. Там же был Джиган. Вы бы поосторожней. Нет, нет, там был Рома Джиган. Это недавно выяснилось. Это другой? Это не Джиган, да. Это два разных человека. Вы бы поосторожней... Это как я с Максимом Мунхоевым. Ааа. Это разные люди, да. Вы бы поосторожней... Так это был все-таки не ты, да? Тимур, давай выслушаем Тимура, там какая-то угроза. Нет, вы бы осторожней шутили про гангстер-рэперов, ну как бы. Да, они могут в твите написать. Ну это факт. Это ты про... Тимур тут, кстати, придумал критерии. Критерии, по которому можно отличить гангстер-рэпера от не-гангстер-рэпера. Очень. Я люблю хорошие критерии, потому что это критерии, которые легко применять в жизни, да? Плох тот критерий, который требует какой-то подготовки. Что, какой? Говори. А, ну что, если... Что если рэпера можно пощечиной выключить из игры, он... Он не гангстер-рэпер. Еще раз, пощечина. То есть вы даете рэперу пощечину, если он выключился из игры, да, то есть он перестает заниматься рэпом, например. Ну понимаете, игра, да? Спасибо, Андрей. Ну вот это рэп-игра, и ты ее выключаешь из его... И он выключается из рэп-игры. Таких много, я просто не хочу на личности переходить, и они пиздюки все в целом. Да, с цветными волосами. А ты знаешь, это была... Я такую шутку видел. Вот в мое время учебники разрисовывали, знаешь? Особенно учебники по литературе, и брали вот там портрет, и там какую-нибудь хуйню на лице нарисовали. Рисовали. Всякую хуйню. Тут что-нибудь нарисовали, да? Я обожал рисовать очки. Как кому-нибудь там, ну... Так вот, они все выглядят как вот эти разрисованные портреты. Я думаю, они и брали образ, как референс. Вообще, то есть как бы ты такой прям еще волоским-то ебовый рисуешь, да? Смотришь, думаешь, реально. И потом смотришь клип. Да, клип с ним вышел. Нет, мне реально... Спустя 500 лет. Мне очень нравилось им очки рисовать всем. Ну вот реально, вот мне почти что-то смешило, что вот у Лермонтова лисички такие вот, ну... Ну вот я не знаю, вот это вот, знаете, вот такой детский вот... Простите, солнцезащитные или от зрения? Солженицы, ну там, рей-баны нарисовал, ну такие, ну, Y4, какие-нибудь там... Ну, понимаешь, ну это было так круто. Или кому-нибудь там цепь рисуешь вот здесь. Это постмодернизм. Да, это нормальная постмодернистская игра. Обычно это почему-то называют порчей учебников, но вообще в этом что-то есть. Я думаю, Уорхол примерно таким же в детстве занимался, а потом решил это... На этом же зарабатывал. Зарабатывал просто, да. Нормальная так, типа Уорхол, бля, моя тема. Так, между делом. Уорхол, да. Энди, вы знаете Энди? Энди Уорхол. Да-да-да. Вот давай поговорим о хорошем творчестве и первом канале. Давай, вот ты рассказывал, что ты... Как это связано, ладно. Да, сейчас, нет, там очень важная история. Я выяснил, что Тимур, когда кто-то что-то хочет узнать, он не вбивает там в Ютьюбе там TED-лекции, да? Он такой сразу, что по этому поводу думает Малахов, знаешь? Нет, не по любому вопросу. Там была действительно сложная ситуация с Хабибом и с МакГрегором. Там действительно нужно было мнение Малахов и его достопочтенных гостей на диванах. А, про какое-то... Смотри, я не сформировал, не сформулировал никакого мнения по этому поводу, я просто, ну, наблюдал. Ну, это вот реально. И вот я посмотрел эту грязь всю Малахова. Это грязь, реально. Ну, типа, получил ли я от этого удовольствие, да? Малахов, Малахов... Не, я получил от этого удовольствие, но я не знаю, это знаете, как съесть там чипсы, вот, знаете? Вот, ну, это вот такая тема, я не знаю, как объяснить. Ну, в целом Малахов это телевизионный героин, вот примерно, вот. Ну, не знаю, как объяснить, да? Тебе хотелось еще после этого? Не, не, не хотелось, ну, типа, все. Ну, типа, что... Какой ты героинчик, конечно. Так себе, прямо скажем. Что ты говоришь про Первый канал? Я говорю, что там у товарища Урганта будет Голубой Ургант. Он так и называется, по-моему. А, прости? Ну, вот есть такое словосочетание Голубой Огонек. Так. Это как бы Огонек, и он Голубой. Вот, и по этому поводу Ургант решил сделать альтернативную версию. 31 декабря. А я не помню, когда, если честно. Ну, в общем, будет Голубой Ургант, вот, и туда к нему придут все самые известные андеграундные люди, типа, к нему придет Монеточка, к нему Поперечный, по-моему, даже придет. Вот. И все другие люди, и они вместе будут в стилистике 90-х праздновать Новый год. Нет, у меня вопрос там, знаешь, я просто презираю ностальгию по 90-м, вот, знаешь, вот. Нет, ты просто презираешь ностальгию в целом. Не по 90-м. Если бы я сказал, они будут праздновать в стиле 2007-го эмма, ты бы сказал, я презираю ностальгию. Нет, не знаю пока объяснить. Ну, тут один вопрос у меня такой. Мы с тобой это обсуждали, что есть история про то, что про ностальгию очень легко шутить. Да. Типа, молодежь не знает, что вот если взять карандаш, то надо было брать кассету и вот так подкручивать. А-а-а-а, тупая молодежь. Вот, вот, примерно такой. Вот раньше, да, тот раньше. Вот, я этим занимался. Да. Подкручивал. Нет, здесь очень понятная история. Здесь история не про 90-е и вообще насрать на 90-е. Это могут быть нулевые или прочее. Что тебя, ну, заинтересовало? Меня заинтересовало в этой истории, что люди, которые представляются андеграундом и, в общем-то, имеют некий... Я так понимаю, там не только ты там перечислил просто фамилии, сейчас все на них сконцентрируют внимание, там большой перечень артистов. Ну, это те, кого запомнили. Которые, ну, считаются, ну, действительно таким, как бы свежим дыханием и они все стали популярны в сети и так далее. И, в целом, им не нужен был телевизор. Но здесь работает тема Ургант. Понимаешь? Когда тебе говорят Ургант, пойдешь в Ургант, а тебе скажут, пойдешь в Ургант, ты будешь думать, Андрей. Ты скажешь, о, это круто. В Ургант, я буду в Урганте. Типа, это прикольная передача. Это прикольная передача, там работают мои друзья и, как бы, нет никого хейта к ним. Я их всех очень уважаю, люблю. И Сашу Гудкова, и Денчи Картищева, всех. Ты знаешь? Но тут работает именно тема, типа, Ургант. Вот я тебе рассказал историю. Ургант, это немножко, типа, другое. Это как бы первый канал, не на первом канале. Как будто бы да. Не первый канал, на первом канале. То есть, как будто чуть-чуть другое. То есть, как бы, у тебя есть такая несвобода, говно, ложь. Вот Екатерина Андреева тут дала интервью, BBC классное, в которой она говорит, «Я не смотрю телевизор, потому что там много ненависти», говорит нам Екатерина Андреева. Работа которой говорить в камеру, открывать рот и лить эту ненависть на нас. Она говорит, «Нет, бля, да вы че, нет, я свою хуйню не смотрю». Мне очень понравилась там фраза, что «умалчивание — это не ложь». Да, умалчивание — это не ложь. Как это работает? Спроси меня, ты воровал? Ты воровал? Он не врет. Не, вот это. Знаешь, после чего я понял, что, блин, я реально люблю ТНТ. Можете все, что угодно про меня говорить и так далее, и так далее. Все-таки ТНТ вне вот этого всего. Я участвовал со своей командой, КВН «Пирамида», была такая команда. И был юбилей КВНа в 2016 году, и он был в Кремле. И как-то мы собрались, типа, надо было поучаствовать и так далее. У меня есть там субординация к ребятам, к моим, с КВНа и так далее. И мы собрались, да, реально надо поучаствовать, да, представим республику. Ну, для кого-то это важно. Мне это, как бы, КВН. Я люблю очень свою команду. КВН, ну, для меня это, ну, типа... Я, собственно, скучаю, если ты по КВНу, я не скучаю по КВНу, я скучаю по своей команде, потому что это мои друзья. И за это я уже долго занимался стендапом, и я такой, вот день игры, просто мы говорим о юмористической игре, да, о юмористическом мероприятии, о комедии, да, мы говорим. И вот там Кремль, все светло, начинается игра с того, что с космоса поздравляют космонавты КВН, потом выходят дети. Им там реально нехуй делать на МКС, вот реально. Смотри, выходят... Я уверен, можно за 500 рублей с днем рождения поздравить КВН. А, нет, смотрите, нет, было вот такое, порядок был такой. Пришел Путин, все встали, появились космонавты, поздравили, вышли дети, потанцевали. Я такой, и как сейчас здесь шутить? Ну, максимально создана атмосфера не для комедийного шоу, понимаешь? Ну, вот с этой всей волной очень сильно перегибает первый канал. Я не закончил свою мысль. Да. Вот я отвлекся на Екатерину Андрееву, потому что слишком классное интервью, у кого была возможность... Там еще Береза должна была выйти, мне кажется. Да, живая, я Береза. Впервые сделали Березу, сгенерировали Березу живую, вот, и она вот реально... Она не очень соображает, но хвалит Путина, да? Потом выходит сборная Медведей. Да, что-нибудь такое. Ну, 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 видите, все. Вот, и у тебя есть первый канал, и первый канал занимается вот этим, да? Он насаживает ненависть. Он будет в людях самое плохое, потому что в людях можно будет самое плохое, и это очень хорошо работает. И вот в этом, в этом, вот в этой стене говна тебе, тебе, ну, не тебе конкретно, делают маленькое окошко. Да. Вот, и говорят, чувак, ты на говно-то вокруг не смотри, смотри в это окошко. А в этом окошке Ваня Ургант. Понимаешь? И Ваня Ургант говорит, ребята, ничего страшного. Сейчас будет, как там, работаем, ребята. Сразу после вот той передачи, где только что рассказывают, что там скрипали сами себя отравили, хохлов там, ну, они опять там Гитлера пытаются воскресить, прям во Львове. Вот. Он у них там в банке... Это неправда, разве? Нет, он в банке из-под огурцов растет. У них пока маленький получился, но скоро воскресат Большого. Там усов, усиков еще нет. Пока, нет, усики как раз сразу. Нет, одни усики. Там Гитлер так и появляется, усы, а потом вокруг этого нарастают. Так и есть, я тебе как ученый говорю. Вот. И после этого, а сейчас пародия на фараона, да? Да. Да, я понял, да. Цвет настроения, блядь, пиздец. Я так к этому отношусь. И ничего с собой не могу поделать. И мне кажется, это плохо, это еще плохо по отношению к тем людям, которых позвали. Потому что это обесценивает то, что они делают. Они добились того, что они добились самостоятельно во многом. Да, они были реально андеграунд. Побывав на Первом канале, я не думаю, что это теперь андеграунд. Как говорит Серега Дедков, мы вот андеграунд. Телевизор никто не смотрит, да? И в интернете мы, блядь, на Рутюбе. Что, стоп, что, сука, и есть, блядь, черный интернет, блядь. Потому что это даркнет, блядь. Потому что... Нет, это даже глубже. И вот, чтобы нормально посмотреть, надо реально, блядь, скачать какой-то браузер другой, да? Чувак, это даже глубже. Это как кладманы такие. Че, пойдем в закладки? Нет, давай сегодня посмотрим все-таки Рутюб. И такие там что-то устанавливают. Знаете, вот, если ты вот просто у тебя в голове промелькнула мысль Рутюб, то вот у тебя сразу вот появляется, блядь, этот, мысль о чипсах, ну, сразу реклама какая-то. Вот у меня вышел концерт, его выложили на Рутюбе, там было 22 рекламы. Больше, чем шуток у меня. Вот я реально говорю. Мне как-то ролик скидывали, а вот люди, которые верстают ролики, у них есть такая плохая привычка, они часто с этим палятся. Они загружают на какой-нибудь сервис и кидают тебе ссылку, чтобы было видно по прямой ссылке. Ну и часто бывают, эти ссылки утекают, там, все такое. И вот чувак мне кинул ссылку, он залил это на Рутюб. И оказалось, что эту ссылку, ну, нельзя открыть. Ну просто, вот у меня есть там Рутюб, надпись, и все. Ты на нее кликаешь, ничего не происходит. Ты вбиваешь ее руками, ничего не происходит. Он, типа, ничего не происходит. И вот у тебя такая классная история. Но где-то там видео есть. И это должно тебя греть, понимаешь? А в отношении этого всего, понимаешь, опять-таки, я хочу сказать, что тут работает вот именно вот эта тема. Типа, о, Ургант, ну, Ургант, это не так. Окошко. Слушай, это круто. Да, наверное, это круто. Но это на Первом канале. Как только ты там появляешься, наверное, ты перестаешь быть... Человеком. Непосредственным. Ты перестаешь быть непосредственным. Какая площадка должна быть, чтобы ты оставался непосредственным? ТНТ. Я шучу. Нет, ну мы, да. Нет, я шучу. Какая площадка должна быть, я не знаю. Смотри, любая площадка — это компромисс. Ну, у площадки всегда есть правила, да? То есть, например, вот... Не-не-не, это не компромисс. Подожди, не, смотри. Это меньше... Хотя я не уверен там, что большие деньги... Вот в Фейсбуке, например, запретили совсем недавно вообще говорить про секс и вообще там все, что связано с сексом, все запрещено. Вот это те правила, площадка, она устанавливает те правила, которые... Ты уверен? Да. Вообще запретили говорить про секс? Вообще. В личных сообщениях тоже? Ну, я думаю, следят, конечно. То есть, ты такой пишешь... ВСР, блядь, что, коммунизм пришел? Нет, ты такой пишешь... Типа, пишешь слово «секс», и тебе врывается в обсуждение модератор и говорит, нельзя, извините. Ну-ка, пишешь слово «секс». Ну, ну, да, ты правильно говоришь, что любая площадка — это компромисс. Компромисс, допустим, чем мне нравится ТНТ? То, что там вообще нет новостей. Вот эти мне ТНТ очень нравятся. Что они даже не хотят делать передачи по типу Projector Paris Hilton и так далее, чтобы там были актуальные новости, и чтобы этого вот всего не было. Вот, чтобы это было все немножко вне времени, и поэтому они избегают вот этого вот, знаешь, выращивания. Подожди, 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 подожди. В Доме 2 новостные выпуски есть. Про Дом 2. Ну, конечно. Да. Но вот прикинь... Про Украину там ни слова. Нет, а представь... Да. Там, кстати, с Украиной вообще дружба. Половина Дома 2 с Украиной. Помнишь, мы когда-то говорили, что современная Библия... Вот есть... Я банальную вещь скажу. Вот дайте роман Джорджа Оруэлла «1984» Да. Ну, все это читали. Конечно. Нет. Ну, помнишь, мы говорили... У вас... Казахстан по нему снимают просто. Нет. Он у нас 2018. Когда я бы вот... Он каждый год обновляет. Обновляет. Вот знаешь, что есть вот... В гостинице ты заезжаешь куда-то там, там есть Библия, да. Вот я бы вместо Библии вот... Вот там... В России. Нет, там был бы роман Джорджа Оруэлла «1984». Потому что это и есть Библия. Вот то, как вообще все происходит. Ты знаешь, я... Когда говорят про этот роман, я всегда вспоминаю историю, что... Это я как бы банальные мысли озвучиваю. Смотри. Вот что вот... Бывает часто, что жизнь повторяет искусство. Что не специально. Да. И вот в этой книжке есть забавный момент, что все вещи, все вещи в этой книжке называются «Победа». Сигареты «Победа». Да, да, да. Там что-то... Джин «Победа». Разумеется, я это вспомнил, когда запустили «Лоукостер» «Победа». Да. Да. Я такой смотрю, думаю... Типа, думаю, читать надо было, блядь, а не швейцарские часы-то собирать. Потому что вот это вот все... Я уверен, ты после этого повернулся к телеку и сразу там какой-то чувак появился. И такой... Да, да, да. Нет. Ну вот, допустим же, это вот просто из этого романа. То, что хотят убрать вот эти вывески курса валют. Да. Подписались. Это же вот прямо оттуда. Чтобы мы не видели, нас это не раздражало. Нет. Это борьба с нелегальным обменом. Конечно. Потому что это же и есть вот реальное состояние экономики. Вот ты на это смотришь и такой, вот экономика сейчас выглядит вот такая. Сейчас они это просто убирают и такой, ну да, это книга. Вот это книга. Вот ты не любишь Twitter, а там была смешная шутка на эту тему, что нужно повесить новое табло, чтобы там была стоимость газа на Украине и госдолг США. И все. И все. Две такие цифры. Ну вот видите, жалоба. 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 Да. Но все равно Новый год. И я надеюсь, наш выпуск выйдет под Новый год. Слушай, а под Новый год... Как бы плохо бы ни было, все равно все, блядь, ну, все покупают. Не, ну торговый центр просто забитый. Я не знаю, что... Я думаю во всех городах, что творится, сейчас все покупают. Я вообще подумал, что Новый год из семейного праздника просто превратился в день там суперпотребления. Потому что... Вот скажи, какое у тебя самое яркое воспоминание о Новом годе? Вот за всю твою жизнь. Да, оно связано с потреблением. Это когда мне подарили Дэнди. Вот я вот... Это был 95-й год. Мне подарили Дэнди... В прошлом году, прикиньте. Да. Мне подарили Дэнди и такие резиновые сапоги зеленого цвета. И на них были здесь ниндзя-черепашки такие. Да. Я вот так и ходил утром. И вот так вот сел с Дэнди. Голый. Да. И сказал, и сказал, везите мне тёлок сюда. Потому что... Потому что вот... Не, это было я такой... Ну, я очень сильно благодарен своим родителям за ту эмоцию. Оно, понятно, связано с потреблением. Но это было... Как будто бы я такой аж... Знаешь, я почувствовал себя таким нужным ребенком. Ну, это же очень важно, когда ты ребенок и чувствуешь себя нужным своим родителям. То есть... Они... Мы жили бедно. У нас не было лишних денег. Но они это заморочились какие-то... Вот где... Это сейчас можно все купить. Да, это правда. Но мы жили в селе. И они нашли Дэнди. И нашли сапоги с Ниндзи, черепашки. Ну, понимаешь? Ну, то есть я... Ну, вот в тот момент... Ну, подсознание я подумал, что вау. Типа, вот они вот так заморочились. Вот это важно. Потому что это, видишь, у тебя осталась радость от очень простой вещи. У меня дочь, например, ей 3 года исполнилось. И когда я ее спросил, что она хочет на день рождения... А еще сын. Сыну 5 лет. Он уже шарит, да? И она сказала, я хочу шарики. И Кирюха ей такой, еще подарки. Она такая, а, ну да, еще подарки. Да. И шарики. И, разумеется, в 6 утра приехал чувак, шарики я поставил. Она выбежала, увидела шарики. Там были еще какие-то куклы. Она такая, о, куклы, классно. И вот с этими шариками... Вот мы сейчас последние выкидываем. А 18 ноября было у нее день рождения. То есть как бы до сих пор эти шарики продолжают жизнь. И человек, вот он прям... Для него это вот видно, что она это прям запомнила и запомнит. Я вот быстро еще одно скажу. В какой-то момент мы жили на два города. То есть мы жили во Владикавказе и еще в другом городе. Ну то есть я там был у бабушки с дедушкой. И мы всей семьей там праздновали. То есть там была елка. И еще как бы мы жили в городе. Там я жил с родителями. И я требовал от Деда Мороза два подарка. Требовал? Требовал. Не просил? Не, не, я такой. Ну это само собой разумеющееся. Ну два подарка. Две елки, два подарка. Не, я думал ты... Если была возможность расставить... Я думал и так мои требования. Да. Снегурочка просто так не уйдет из дома. И знаешь что? И мои родители делали всегда так. Что я получал основной подарок там. И потом когда я после каникул ехал в город. И меня там тоже ждал подарок. Понимаешь? Вот что они делали. Я просто... У меня нет такой яркой истории. Самая яркая история про Новый год связанная. Ну в моей жизни это была когда пьяный чувак на зиле сбил опору этого электропередач. И у нас две недели не было света. И я смотрел голубой огонек на старый Новый год. И сделали свет. Показывал отец с мамой. Нет, нет. Сделали свет. И включился свет. И у нас появился свет. И я смог включить телевизор. И это было какое-то такое невероятное счастье. Потому что две недели не было света просто. Ну помимо нас конечно света не было полу улицы. Потому что чувак-то въехал от души. Поздравил нас с наступающим. Ну как бы это вот повод вспомнить, что на самом деле часто радуют совсем простые вещи. Да. Ну из моих тоже все бедная тема, что очень много еды на Новый год. Я просто в шоке был. Я когда открывал холодильник, я такой, он полный. Охереть. Я эти салаты сжарал. Типа это легально вообще? Да, да. Ну каждый раз я думал, бля, откуда это вообще? Да, у меня тоже было ощущение, что они ограбили кого-то. Реально? Я думал, виноград. Я думал, это мираж. Я думал, это... Типа он существует, да? Я думал, ну просто картинка там, знаешь. Типа инопланетяне, виноград там что-то. Конфеты можно есть, ну, неограниченное количество. Типа не две. Шоколадные? Шоколадные? Ну... Братан, у меня также было там сникерсы. Я сникерсы в московский салат нарезал просто вот так. Ну, понимаешь? Ну, типа... Ну... Ну, в реальности, да. Это было... Это круто. У меня до сих пор одно из любимых блюд — это манты, потому что я их ел, ну, только на Новый год. Манты. Манты. Ты их брал вот этой... Там вот это вот, бля, когда ты вытаскиваешь, бля. Тарелки, бля, инопланетные, бля. Просто... Берешь, ставишь манты внизу с этими пупырышками, думаю... Я сначала каждый раз думаю, бля, что это такое вообще? Ну, то есть я не отображал, что там дырочки есть, и это тесто туда... Я думаю, бля, это какие-то... Ну, это форма мант? Типа... Канон. Да, да. Манты, да. Манты, да. Манты, вот. Если ровные... Да, да, да. Не ешь. И все... Ну, то есть мне нравилось на Новый год обилие продуктов, плюс все вот эти фильмы новогодние. Я даже, ну, когда мне было пять, то есть я взахлёб смотрел. Плюс гулять весь день, несколько дней на горках. Ну... Бля, вообще... Ну, салют. Нет, нет. Реально, да? Вы что творите вообще? Ну, для меня это было что-то из разряда волшебства. Скажи... А ты за машины цеплялся? Да, 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 да. Знаешь, как мы это называли? Зич. Не-не-не. Это мусоропроб. Мы за мусорку... Не, мы за любую, где есть бампер, надо было цепануться. Да, что-то ностальгия началась. Не-не-не. Вот у меня есть... Завязываем, ребята. Такой важный вопрос. Есть два вопроса. Да, давай. Вопрос первый. Очень актуальный. Давай. Холодец. Не моя тема. Что это такое? Ага, понятно. Я каждый раз, когда ел вот это вот, имеется в виду ничего. Вот это вот. Вот этот вот жидкий воздух. Ты имеешь в виду вот это? Я вообще ни разу не наедался. Я когда доходил до мяса, я такой, слава богу, я добрался до тебя. Все остальное... Ноль. Вообще, ноль. Не, он же похож на вот силикон, да? В целом. Ставь кому-нибудь. Холодец? Да. Ей, блядь, холодец ставят какой-нибудь тёлке. И ты такой, ты что-то приготовила? Что, вместо силиконы холодец ставят? Ну, типа... Ты готовила сегодня? Нет. А какой холодец ей вставят? А какой есть? Он, блядь, не... Горяжий, свиной, из курочки можно. Ты так говоришь, как будто ты, ну, это твоя первая любовь. Все три. Да. Их собрал... Если бы мы были, ну, очень плохим шоу, мы бы сказали, вот есть американский пирог. А вот у Андрея это холодец. Ты туда совал член. Ну, ты понял? Мне нравится твоя уверенность в том, что у нас прекрасное шоу. Подожди. Сейчас, сейчас, прости, мне хоть что надо выяснить, чувак. Давай. Сейчас будет очень личный вопрос. Давай. Ты член живого человека сувал? Ну, женщину? Куда, ну... Да. Бывало. Скажи, давай. Да. Как бы там холодно и дрожит все, да? И немножко жир есть. Братан, я не знаю, что тебе ответить на этот вопрос. Пахнет свининой. Вот так. Бля, это плохо, братан. Я не буду это обсуждать. Ну что, обсуждай это ты, потому что... Я отвернулся из-за религиозных побуждений. Я и так тут... Я и так тут про русских... Прости, 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 говядиной. Я и так тут про русских договорил вначале, блядь. Мне сейчас все за холодец приведет. А второй вопрос. Теперь, ну, как бы одного мы испровадили. Слушай, тебя доебывают твои родственники, чтобы ты дарил им дорогие подарки? Никто. Вообще? Да, даже жена. Ну, то есть как бы ты в Москве... Нет, то, что ты творишь со своей женой вообще какой-то там просто беспредел, это уже понятно. Касаемо чего? Слушай... Юмора? То, что ты как бы, как ты ее поздравляешь на день рождения, в прошлый раз ты рассказывал, в позапрошлый... А, не-не-не, поверь мне, в остальной жизни я про прекрасный муж. Только в ее день рождения. В какой остальной жизни? Смотри, у меня такой момент, что я не могу дарить подарки в момент, когда люди ожидают подарки. Я такой... Нету какого-то кайфа. Такой, с Новым годом! Блядь, третье марта. Да, 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 да. Вот где кайф. Понятно. Да. Очень странный человек, Андрей, ты думал справа от тебя. Да, 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 да. Ты будешь дарить? Потом спросите меня, что будешь дарить ты. Вы будете дарить? Хорошо, конечно, буду. Да. Кому? Кому? Что-то дарить нужно? Ну, да. Подарки. Вам? От меня? Нет. А, семье. А, семье. Нет, там вы айфонами обмениваетесь. Это вот... Мне вообще не нравится вся эта тема с Apple. Просто выходит айфон, и ты такой дальше. Вы как будто роботы такие, брат. Тебе десятый, тебе девятый. Все. Нету какой-то фантазии. Понятное дело, что у меня все цветами ограничивается, но там хотя бы есть выбор. Типа, вот эти все. Разные цветы? Да, верно. И количество разнится? Три, пять? Не только цветами. Вы не подумайте, что я идиот. Нет, ну там открыточка еще. Ну, в общем, это... Ленточка? Нет. Есть две истории в этом году, за которые мне стыдно. Вот знаете, вот есть такая тема, что... Вот тебе стыдно, когда ты об этом вспоминаешь. Первая история... Мне за историю про холодец стыдно. Да. Первая история... Вот я ее вспоминаю. Я ударил свою машину сильно в другую машину на скорости. И она расплакалась. Нет. Знаете, как это произошло? Вот я ехал по третьему кольцу. Нормальная скорость. Нормальный трафик. Я отвлекся на ногу. Свою. То есть это было вот так. Вот я еду, и это было вот так. И бам! Я такой, бля... Потому что... Вот что ему сейчас сказать? Туда вышел бородатый, лысый тип. У него новая машина. И вот что ему сказать? Я отвлекся на ногу. Прости, блядь, меня, пожалуй. Он ударился еще головой. Прикинь, и... Я реально отвлекся на ногу. Не то, чтобы типа, о, нога, да? Но вы, блядь, ну... Откуда? Да, типа, о, нога, прикинь. Не, я такой, типа... О, вторая. Ни хера себе. Мне очень стыдно за это. Ну, потому что я вышел, я не знал, куда себя деть. Потому что мне надо было ему придумать, что-то сказать. Просто как так на ровном месте? Ну, просто я считаю себя же осознанным таким человеком. Ну, как бы я не мог на ногу свою отвлечься на третьем кольце, блядь, со скоростью там 60 км в чат. Понимаешь, и разъебать две машины. Ну, как бы я... Прикинь? Ну, понимаешь, да? Не на телефон, не на что-то там, а вот на ногу просто. Я не знал, я чуть не сгорел. Я представляю, как закон можно принять, да? Вот запрещают... Сейчас же запрещают, гарнитура была, чтобы по телефону не разговаривать. Ну, и закон о пледике он будет называться. О конечностях. Нет, о пледике. Пледиком надо ножки накрывать. И менты такие, так, почему у вас ноги не накрыты? Вы же отвлекетесь и прям... Это же частая проблема. Регулярно. Один из... Ну, короче, Тимур так сделал. Один из ведущих подкастов обязательно попадает в такую... Не, это было... Мне было очень стыдно. Я не знал, куда себя деть, потому что я такой... Я вот... Я ему вот так сказал, я говорю, ну вот так. Я не стал ему говорить про ногу, потому что я думаю, он был просто... Было бы забавно, если это его вина, и он просто в плечо свое отвлекся. Было бы так, да? Да, типа... Не, я... Потом приехали еще в ДПСники, и я такой, теперь сейчас им надо что-то придумывать, блядь. Что я ему сказал-то, я тоже им сказал так. И второй момент, это я впервые в жизни... Мне понравилась одна девушка, и я почему-то решил написать ей в директ. Почему-то? Ну, типа, я этого никогда не делал. И еще, знаешь, так, типа, с юмором. Ооо… Твою ж мать! Типа, шуткой. Скобки были, скобки? Да, да-да-да, типа... Там все, типа, с паузы там… Троиточи! Ооо, и троеточи! Да-да-да! Самое ублюдское, что может быть в сообщении! Да, троеточие, типа... И знаешь, в чем? Нет, смотри, смотри. А может быть... И она мне не ответила. Это был, блядь, такой позор просто. Я клянусь, я в телефон не заходил три дня, я его, блядь, спрятал, чтобы не видеть его вообще. Ну, чтобы он мне не напоминал об этом, я думаю, что ты, блядь, как... Знаете, что, что? Нет. Она даже... Я думаю, она, знаете, там можно же открыть директ и, типа, сделать, отклонить, либо, типа, принять. И там вот как раз таки... Она такая почитанная, такая, блядь. Три точки? Нет, нет, прочитанного, типа, шутка. Вот это у меня больше всего, знаешь, типа, шутку, блядь, ты начал с шутки. Блядь. Мне вот за это стыдно сильно. Так, я расскажу свой случай. Это произошло совсем недавно, на день рождения. Тимур, ты уехал. Да, и мы поехали в другое заведение. Я там был пьян, и я просыпаюсь в 4 часа дня на следующий день, у меня будет жена, и я уже сразу себя стыдно чувствую, хотя я ничего не помню. Я сразу себя плохо чувствую, потому что в 4 часа проснуться из-за того, что я тебя бую, жена, и говорит, блядь. Я, если честно, дальше хотел лечь спать, чтобы как-то образовалось все. В общем, из всех случаев, которые я делал, она мне рассказывает. В какой-то момент, блядь, я даже не знаю. Ты начал кричать куджи просто. Не-не-не-не, это восхитительный поступок, на самом деле, по сравнению с тем. В общем, какая ситуация, я быстро расскажу, чтобы побыстрее не избавиться от этого. По пьяни меня чувак, ты его знаешь, поцеловал в губы. Ну, я надеюсь, что это был, ну, акт дружбы и, типа, ну, с днем рождения, братан. Я надеюсь, ну, хотя бы с этими словами это прозвучало, а не, типа, м-м-м, привет. Типа, я никогда не целовал казаха, да, это без такого, да? Да, да, да. И я, проблема в том, что я не знаю, при каких обстоятельствах это произошло. То есть, жена тоже не знает. Поэтому я себе придумал ужасный момент. Ну, ужасный. Что мы ушли в туалет. И в какой-то момент, ну, то есть... Вы сначала носиками вот так делали? Да, 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 да. Ну, мы за ручку, он меня провел. Типа, м-м-м. Такой, м-м-м. Вот такой звук был, вот такой? Типа, м-м-м. Не-не-не, вот так... Прикиньте, это я, блядь, только в другом. Такая... Ты уехал? Да. Поэтому мне очень стыдно. Но мне стыдно, что я не знаю подробностей. Потому что я даже не хочу связываться с тем чуваком, с которым это произошло. Мало ли. А прикинь, он ходит там, я говорю, я с Нурланом целуюсь. Я с Сабуровым. Он еще... Были поцелуйчики с Нурланом. С тем дерзким казахом из стендапа. Целовались. Но он такой дерзкий, только на сцене. А так, конечно, он... Дерево, дерево. Сопнул свои губки. Слушай, это странно, потому что у меня тоже история по пьяни. Потому что у нас, получается, с тобой истории по пьяни, и у него две экзистенциальные истории. Про ногу и про шутку. Да. Я, например, выяснил, что... Не, если бы я пьяным ей писал, я бы писал что-то типа, сука, ну ты че... Это вообще же не стыдно. Нет, нет, я бы так не писал. Я не такой. Ты бы еще бы романтичнее был бы. Там бы столько смайликов было бы в этом сообщении. А потом фотографии вот таких вот. Да. Короче, мы с тобой не знакомы... Сообщение так начинается. Мы с тобой не знакомы, но... Это... Поправимо. И три скобки. Три скобки. Да. Да. Слышь, верни ему книгу. Книгу ему нужнее, походу, там. Нет, но это проправимо. И дальше, следующее сообщение, присылаю песню скриптонита. Это любовь. Чтоб добить ее. Да. Чтобы у нее уже начались... Ну, наверное, трясутся ноги. Ты начал? И она сразу пишет, я мокрая. Ты начал хорошо, но песни скриптонита ты испортил ее. Это должно быть что-то другое. Типа? Ну, типа Элджей. Типа Леонтьева? А. Я понял. Нет, ну можно всегда вот это работать. Пойдем посмотрим новый фильм Гадара, блядь. Ну, чем-то такое. Она говорит, кого? И такой, понятно. В чей хану пойдем. Ты приходишь, ты говоришь, будешь шаурман? Говоришь, что ты? О, пиздец. Вообще, блядь. Пойдем, блядь, на асфальт. И вот это... Нет, и вот она мне не отвечала, да, блядь? Слышь, а Гадара — это официант в чей хане просто. Фильмы делает. Что она делает? На ютюбе выкладывает. Нет, так самый прикол в том, что нет нового фильма Гадара. Да. Вот тут вы все и попались. Да. Ничего, у меня очень простая история. Я по пьяни, то же самое, потерял кучу вещей сразу. Вот. И обнаружил забавную... Ну, как бы, ты никогда не думаешь, насколько ты от всего этого зависим, пока с этим не сталкиваешься, и выясняется, например, что вот если ты потерял банковскую... Что ныне необходимы. А, ну, не на столько. Если ты потерял банковскую карту, тебе ее легко восстанавливают и дадут, если у тебя есть паспорт. Дадут что? Выдадут тебе карту. Вот. Но паспорт, если ты потерял паспорт еще, помимо этого, вот, ты карту не получишь. Логично. Возможно, тебе бы спасло, если бы у тебя была симка, да, которая привязана к мобильному банку, вот. Но если все хорошо, но ты... С собой симка? Нет, в телефоне, да. Ну, ты телефон тоже потерял. Вот. А чтобы восстановить симку, нужен паспорт. Ты был в круговороте в этом, да? Чувак, я такой сижу и думаю, а как решается эта задача? Это тебе к Малахову. Вообще. Запизделись, народ. Спасибо всем огромное. Огромное всем спасибо. Да, спасибо большое, ребята. Подписывайтесь на наш канал. Спасибо, что вы приходите огромное. Всем реально 20 выпусков, народ. 20 выпусков. Оу, спасибо всех с новым годом, ребята. Всех выступающим ребятам. Оу! Да, пока. Продолжение следует.